здравствуйте здравствуйте дорогие друзья благодарю вас за то что вы так активно смотрели предыдущее видео мы даже залетели что называется в тренды что произошло по моему впервые на этом канале поэтому я вас от всего сердца благодарю и давайте продолжим да я опять записала видео чтобы не путаться чтобы в случае если нас подведет интернет от этого не зависеть итак первый фрагмент который мы которым мы продолжим тему на которой мы закончили предыдущее видео это тема образования как мы поняли еще по предыдущему видео что елена очень сильно в этой теме плавает ну давайте рассмотрим как же она плавает и сделаем еще дополнительные выводы из того что мы уже знаем итак первый фрагмент образованием люди как раз гордятся же своим абсолютно я горжусь своему образованию как-то в stories здесь мы видим очень много сигналов тела во-первых она качает головой нет и это сигнал того что тело сопротивляется тому что она говорит вообще наше тело это очень четко реагирует и подсказывает тело просто не любит врать обычная мозги мы можем заставить где-то сказать полуправду где-то соврать а вот тело она не любит врать потому что она знает последствия потому что потом придется больше энергии затрачивать на то чтобы поддерживать эту ложь надо будет больше информации помнить в голове чтобы не запутаться больше стресса испытывать то есть тело понимает чем она рискует и поэтому она брать не любит и поэтому надо обязательно изучать язык тела потому что тут скрыто очень много информации и здесь как раз эмблематическая оговорочка говорит утвердительные вещи а качает головой нет челюсть слишком высоко то есть излишнее такое одухотворенное лицо да такой энтузиазм который взялся ниоткуда губы сжаты при этом то есть самоконтроль губы это вообще насколько человек себя контролирует да или он расслаблен здесь нет расслабленного энтузиазма энтузиазм это когда человек поет когда он хочет что-то делать да он он вовлечен в дело он как бы движется вперед и губы здесь будут скорее расслаблены а больше даже выходить вперед то есть человек готов действовать здесь же наоборот человек закрылся сжался но пытается изобразить то есть вот это противоречие разных посылов да но как раз и дает сигнал к тому что человек очень сильно нам врет да слишком много радости на лице то есть вот этот энтузиазм он очень напускной а само тело сжалось замерла вот это как раз и сигнал того что нас пытаются надуть давайте смотреть а теперь посмотрела на ксению ну как моя моя сказочка заходит но и приподняла брови а брови мы приподнимаем для того чтобы акцентировать внимание адам а бывает что брови вообще поднимаются в момент испуга и удивления но иногда мы таким образом делаем такой эмоциональный посыл для того чтобы нас лучше услышали до чтобы не жестикулировать вообще вот любой эмоциональный там жест или при поднимании бровей она усиливает нашу речь и вот здесь вот она как раз попыталась усилить свою ложь и наблюдает наблюдает зашло или нет не мелькнуло но судя по всему она видит что ксения относится к ней с недоверием и поэтому отвела глаза и пошла дальше знаете как рассказывать свои сказочки единственная stories где я открываю свой шкафчик с дефлом естественно ксения нашла это stories мы а вот здесь вот знаете тем кто не хочет быть обманутым берите на заметку больше уточняющих конкретных вопросов ксения этим владеет просто блестяще и поэтому интервью так замечательно удалось да вот на все идут эти сказки елены которые мы с вами слышим и слышим до конкретные вопросы которые просто выбивают героиню из колеи и здесь конкретный вопрос но конкретного ответа мы так и не увидели хера складывает то есть до хера вот вот и весь ответ понимаете вот ребята кто из вас у кого из вас есть высшее образование а у кого их 2 может быть внутри я не знаю есть ли у кого-то три ну даже но в общем хоть одно высшее образование ребят вы будете говорить про свой диплом что это до хера вот я никогда не скажу что это до хера это было до хера работы да да много учебы да много всего и и вот так вот просто пренебрежительно сказать о своем образовании это как-то вообще странно странно и напишите в комментарии может быть у меня какое-то другое отношение напишите вы свое отношение к своему высшему образованию но вы скажете что это до хера но но не правда но никогда вот человек который сам прошел сам сдавал эти зачеты дипломы курсовые и так далее ну кто он как как он это скажет да но это это плод просто оттас оттас но не бывает такого еще и только ты можешь я думаю что где-то около ксения дважды задает этот вопрос сколько все-таки ну десяти на десяти да ну конечно конечно это в области в области фантастики фантазии да вот воображение область воображения у нас находится наверху да безусловно может быть человек визуал но пронаблюдайте за ее интервью вот как она в интервью она часто смотрит вниз для того чтобы достать какие-то образы которые она прочувствовала а ведь образование это то что мы чувствуем очень сильно мы отдаем образованию несколько лет своей молодой жизни да когда нам хочется может быть познавать мир по-другому но мы садимся за учебники мы сдаем все эти зачеты экзамены и так далее да мы можно сказать погружаем себя в какую-то непонятную атмосферу да который который нам заниматься не хочется и конечно же это будут чувствительные образы когда там я не знаю как сейчас учатся но когда я училась мы писали до такой степени что у меня палец вот только сейчас выровнялся которым вот когда много пишешь здесь мозоль образовывается ты пишешь да не знаю до чего уже уже вот это писанина и просто эти сплошные конспекты это 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 стресс для организма да это это чувствительная область вот если вспоминать какие-то вещи человек скорее посмотрит вниз в свои ощущения свои тактильные образы а елена смотрит наверх потому что ну а как ей ей нечего вспоминать понимаете вот поэтому она и смотрит наверх надеюсь вам музыка не сильно мешает потому что я ее не отменю и прекращать тоже не хочу несмотря на то что запись все-таки хотелось бы это записать а да а значит а при этом смотрите на лице презрение да вот вот как она и челюсть немножко вперед и вот этот изгиб головы к плечу это же не знаю то есть как можно не знать сколько у тебя дипломов высших образований да только в том случае если ты эти дипломы просто тупо купил вот и все поэтому здесь вот это вот это вот все вот на каждый факт каждое ее слово и и топит еще больше в этом плане и ну давайте наблюдать за этим что нам остается делать да вот видите такой скучающий взгляд кстати обратите пожалуйста внимание вот сейчас вот она просто картинкой да обратите внимание слева у нас здесь ограничитель я в конце обязательно скажу да кто уже у меня был на моих бесплатных занятиях вот по ограничителям кто знает те уже понимают в какой сфере можете в комментарии сразу написать но я в конце обязательно об этом поговорю потому что у нее большущая проблема в этой сфере но давайте дальше идем да видите как она челюсть челюсть немножко выставляя говорит то есть ей не нравится этот вопрос я не нравятся эти дотошные вот эта въедливость дотошная от ксении собчак ей совершенно не нравится но она продолжает продолжает гнуть свою линию ну давайте посмотрим 10 дипломов о высшем образовании это не высшее образование ксения конечно же недоумевает но такого не бывает потому что я это уже сказала свою мысль кстати если у кого-то другие мысли скажите в комментариях может быть у вас тоже 10 дипломов о высших образованиях кто знает может быть такие уникальные люди у меня в чате тут есть не знаю ну давайте дальше это повышение квалификации на базе высшего образования вот кстати вот этот момент она как раз узнавала как минимум нет не только узнавала но и ну в этом поварилась какое-то время потому что смотрите здесь пошли жесты пошли более уверенные посылы да то есть получается что вот что-то она как минимум она сходила в приемную комиссию и там узнала что нужно для того чтобы поступить может быть поступила на какое-то платное отделение там и какое-то время может даже походила потому что но здесь вот идут уже уверенные жесты то есть вот этот вот посыл руками это уже она знает о чем говорит вот в предыдущий момент который мы разбирали она совершенно не понимала о чем говорила а здесь она уже знает о чем говорит высшее образование одно экономическое как можно на базе экономического высшего образования получить курсы повышения квалификации в психологии как ксения браво и посмотрите как она закатывает рукав это ее коронный номер она всегда когда берет за горло кого-то да она закатывает рукава мы это но мы не первое интервью ксении рассматриваем поэтому берите на заметочку если вы видите что она закатывает рукава то все клиента надо копать именно там смотрите какая пауза и видите вопросительно задает слушайте если бы действительно она была права на бы здесь вы помните как она за свою но как она считает правоту или там где и надо отстаивать свою позицию она готова даже в рожу плюнуть она готова даже с лодки сбросить да она готова на все это же ее дети а диплома это не ее дети она что в диплома не вкладывалась вот так вот если если бы все было правдой да здесь так возможно такой вопрос а при чем тут вопрос вообще здесь наоборот надо вставать на защиту своей точки зрения и доказывать но видите так сначала пауза возможно ну наверное возможно да но только не в этом случае хотя вряд ли возможно ну ладно давайте дальше видите и и плечи при этом не знаю я не знаю я не знаю то почему невозможно да а ну а чё так нельзя было балдею от этой женщины скажи приходишь пишешь заявление слетесь выше образования то тебе не нужно изучать какие-то вот кстати вот вот это вот бы явно было вот было тут вот опять таки в приемную комиссию она ходила вот это я подтверждаю а значит смотрите издалека начинает какие-то простые вещи вот здесь берите на заметку те кто хочет соврать как можно больше правдивой информации и как можно больше того что вы на самом деле сделали ну вот что она и делает в общем то она акцентирует внимание на незначительных вещах понимаете вот если бы она действительно этот вопрос штудировала она бы выясняла до любой вопрос вот если ты прошел этот путь то вопрос если задается ты можешь там вплоть до законов процитировать да вот почему ты сделал именно так или где ты взял эту информацию как надо идти пошагово да то есть вот это вот все как бы она бы этим оперировала но она ну да действительно там вот она узнавала до узнавала смотрит вниз в ощущение все-таки в ощущение она смотрит ребят перед нами не визуал который все из образов берет перед нами человек который с ощущениями тоже живет поэтому вот так вот и базовые предметы ну и там она пошла заливать про то что физику химию не учила ну в общем ладно а дальше тоже про образование давайте смотреть имея диплом и переквалификации киев я имею вполне достаточно переквалификация на психолога а вот заказовые психологической а где-то вы обрadic базовое психологеけど базовое образование у меня экономичное а психолог с него смахнули часть где меня учили цифром и у меня есть несколько на этом база на этой базовой основе психологического образования в том числе мгл несколько психологического образования нормально так такое хорошее в любом образовании есть специальности есть профессии с которыми ты выходишь вот специализация да и вот это эту специализацию любого выпускника спроси и он назовет прям это потому что это настолько врезалась под корку у каждого человека у которого есть высшее образование я не знаю будьте человеку 80 90 лет но если у него спросить какое у него было ну вот профессию с которой он вышел из вуза или из другого учебного заведения он назовет вам и даже не не задумываясь это будет автоматизм но здесь не называется профессии не называет ну не профессии специальности до не называется ничего а просто какие-то там такие заоблачные вот это обобщение это тоже сигналы того что у нас пытаются запутать манипуляторы они как раз и используют очень часто либо обобщение либо наоборот закапываются в какие-то незначительные детали вот кстати по поводу манипуляции у меня есть мини курс под видео найдете ссылочку но я не буду здесь рекламировать просто я вспомнила про им в курсе я тоже самое говорю поэтому надо в том числе университет дружбы народов и мгу факультет психологии они делают это натягивает одежду вернее накрывается это все равно что натягивает одежду тело пытается убежать убежать почему потому что тело в стрессе в стрессе почему потому что приходится врать не на факультете психологии смотрите как и говорит отвращение хотела вам показать красиво как видите какое красивое отвращение естественная психология обучаюсь в стиле лет а елена что у нас нет 10 лет не только психологии да и тут немножко друг друга не поняли все 10 лет в разных институтах я постоянно учусь это дело я machine у меня потрясаюсть только дирен нормально вот такая стопка дипломов это одни какой-ку институт закончили в общем никакого института она не закончила ну вы это уже поняли просто к тому что вот манипулятор опять-таки пошел обобщать да вот у меня вот такая стопка дипломов до это незначительная информация не надо к этому сводить эта информация в общем-то для твоего собственного любования а для профессии до для того чтобы показать свой статус и свой профессионализм нужно как раз назвать специализацию на которой ты училась а этого к сожалению не было сделано но мы знаем по каким причинам то есть лжец всячески пытается избежать вот этого факта лжи но когда не получается он нам говорит полную пургу до дальше следующий фрагмент момент вообще который просто медом по телу растекся когда ну вот так у ксении лицо тоже вообще просто подыгрывает как очень уважаемая женщина преподаватель тоже в мгу я пришла и у нас была первая лекция ну там безумно крутые преподаватели и она сидит стоит точнее и говорит рассказывай сказочку ксения вообще просто на ее лицо можно смотреть и умиляться я вижу среди наших учеников елена блиновскую подбородок поджала ну конечно же это все сказки и вранье но я очень уважаю ее продукты я все их прохожу и вот сейчас у нее стартует марафон тогда еще отношения марафон по моему до отношения начинался то есть несколько лет назад и я пойду в него в первых рядах и всем вам рекомендую прикинь как не было круто имя преподавателя можно я не за браво ксения просто аплодирую стоя ну то есть видите корпус как пошел неуверенно вот я кстати тоже сегодня не очень уверенно ну вот как не настроилась можно сказать особо и вот я часто вот так вот двигаюсь когда особенно в волнительные моменты особенно когда мне надо сказать какую-то гадость про героя или еще что потому что мне это неловко да и вообще вот если человек начинает вот так вот шататься то его позиция шаткая вот о чем это говорит и так корпус пошатнулся и локтем отталкивает я не ношу знаешь что все детей вот это вот пожимание плечом и доведение до абсурда ну ну именно преподавать именно имена преподавателей не носят странно вообще если бы училась так хорошо бы знала но как вообще общаться с преподавателями если не знаешь как их зовут вообще это это полный абсурд вот кто учился опять-таки напишите мне пожалуйста вы помнили всех своих преподавателей по ночам разбуди меня я каждого из них знала и помнила потому что если вдруг что-то надо пересдавать так ты ходишь за ним этим хвостом да но это это же это же вообще ну ну как можно не помнить имена преподавателей ну да хотя 10 лет учиться в разных институтах 10 дипломов боже мой тасс на сказочница такая но не надо ребят на только с таким воображением можно было сделать вот и вот и такой продукт до марафон желаний не я не спорю может быть там взят ну взято много полезных вещей данные эти полезные вещи просто читаешь книгу ну там много книг мы если хотите можем собрать вот специально все книги которые она использовала на своем марафоне где-то выложить и читайте себе не не отдавайте ей деньги это да это просто оттаск какой-то ребят этот ужас ужас да смотрим следующий фрагмент на тебя какой другой чужой марафон произвел на твою жизнь максимальное изменение тони роббинс или может быть какой-то другой автор тоже с большим уважением к абсолютно всем своим вот опять пошло обобщение вообще манипулятор очень любит либо обобщать ну как я уже сказала да либо про какую-то незначительную мелочь рассказывать но вот смотрите получается здесь путем обобщения пытается прыгнуть с ответа учителя ну как всем да давай вот один какой-то выделим вот который для тебя стал наиболее эффектно ксения просто в этом молодец она поняла видимо что здесь будет сплошное обобщение уход от ответа и удары конкретикой рубит как и знаешь как как топором активной практикой такого нет я считаю что мой продукт самый лучший не хочет никого больше ну как и знаете прям вся сжалость да и знаете как удар такой нанесла я считаю так да то есть без эмоций прям четко как запрограммировала рекламировать ты понимаешь а кстати вот на самом деле елена зачем ей вообще это интервью было нужно она просто на самом деле она рассчитывает на то что аудитория у нее хорошо вырастет за счет того что ее сейчас обсуждают да и она рассчитывает как раз вот на этот на пиар черный пиар кстати тоже очень хорошо работает и возможно что сейчас я не знаю какой какое отсутствие здравого смысла надо иметь чтобы покупать ее продукт но я допускаю даже то что сейчас как раз и поднимутся и продажи потому что черный пиар он тоже работает кто-то зайдет просто поинтересоваться и может зависнуть вот на этом на всем потому что там же работают на грамотные маркетологи которые обладают и хорошим артистизмом там кстати мы сегодня разберем и девочку которая вернее женщину которая вдруг оказалась цветами где-то там вообще в непонятном месте этаж она поджидала да и вот-вот то есть там все продумано очень четко знаете вот только стоит попасть в это и все вас обработают и под белые рученьки в этот марафон затащат так что это довольно опасная вещь и мне кажется ну этим надо поинтересоваться компетентным органам вот что грамотно мы уже поняли ты охуительная марафон лучший хочется еще какой-то совет но окей я согласна конкурентов рекламировать не надо понимаешь я беру от каждого по чуть-чуть когда мне говорят куда пойти учиться лена куда пойти учиться а у меня нет такого вот заведения куда бы сказал вот там вот вы точно научитесь и станете леной блиновской а с какого перепугу все должны становиться ленами блиновскими что только с такой целью не интересуется не это просто а то самомнение просто зашкаливает ребят но нельзя же так но нельзя же быть такой самовлюбленный это просто но фантазерка ладно хрен с ней это ее и в общем-то бизнес на этом построен но зачем вот так вот себя мнить богом вот и вот я вообще не понимаю на блиновской до или то что она берет от жизни вы станете только тогда когда пройдете продукты лены блиновской ты же продаешь некий алгоритм универсальный который промо поможет человеку пробудить значит в нем какие-то желание действовать желание что-то реализовывать вообще какие-то желания жить но это же такой получается понимаешь универсальный алгоритм для всех 1000 40 какой алгоритм психологический кстати подперла щеку вот если вы такой же встречали тоже он очень показательный вы знаете щека это наша кубышка и здесь мы как бы собираем запасы да вот когда человек поправляется у него и щеки становятся больше да потому что в организме много запасов жир это не жир это запасы энергии до которые в момент войны можно использовать когда там наступают сложные времена а так вот а значит щека это про запасы и это опять таки про какую-то прибыль возможно прокате ну в общем кубышка выгода вот и получается что здесь вот речь идет о том что ну она уже устала судя по всему и вот подпирая щеку она говорит ну ё-моё ну какую выгоду я тебя поимеют да вот уже как бы она наверное сомневается в своей выгоде ну то есть она проговорила все какие-то рекламные свои штучки и здесь она уже подустала подустала тратить свою энергию но и и там еще у нас же было в прошлом этом в прошлом разборе там полчаса сколько-то они молчали да то есть она сейчас вот судя по всему уже после этого молчания она уже устала отдавать свое время и вот вот таким образом дает понять собеседнику что ну какая же выгода от этого общения да мне там все тоньше вот поэтому я тебе говорю что я не лечу их одна я направляю к разным специалистам я делюсь куда можно еще пойти дальше развиваться я вот им вполне открыто такая вся белая пушистая я в этом плане открыто я всех хочу сделать счастливыми нет нет это не дыхательная практика она к дыханию не имела никакого отношения и не энергетическая абсолютно психологически самый настоящий тренинг что я хочу этого человека рекламировать мне это не нужно я хочу сама пользу я хочу сама пользу свои услугами она работает с очень маленькими группами вот это самая же эффективная работа ну да и пошел такой игнор пошла но и дальше там будет уже в рожу плюну и так далее это прям вообще коронная фраза лены блиновской я не знаю после такого она ладно видите получается в одном интервью дара абсолютно противоположные вещи говорит то она такая вся белая пушистая готова всех осчастливить всем дать нужных специалистов то я не собираюсь ни с кем делиться идите все лесом да ну то есть вот это вот и переменчивость настроения просто зашкаливает да кстати вот по поводу препода никогда вот она стала восхищаться прям библейская история да я просто в восторге как но эту историю она не впервые сочиняет в общем то она уже у нее от откатанная на аудитории очень хорошо поэтому здесь ну вот так вот и речь пошла и такое вдохновение то есть получается это это рекламный ход по сути она рассматривает вот это интервью как рекламу поэтому относимся к этому так же да то есть нас хотят сейчас втянуть вот в это болото поэтому будьте осторожны дальше следующая по поводу статистики там довольно интересно давайте посмотрим но тут довольно интересно с двух сторон давайте смотреть это прям гениальная схема с желаниями то есть с одной стороны ты говоришь мы исполним все ваши желания я не говорю ну хорошо я сейчас в силе да такая правильная юридическая поправочка до снять себя ответственность я ничего не обещала но я думаю что в договор если там договор вы какой-то имеете то на там все прописано что ничего вы за свои деньги не вам не обещают но это это стандартная процедура она я прости вселенная исполнит ваше желание но для кого-то вселенная для кого-то бог для кого-то поле дальше люди делятся 50 на 50 а возражение нет то есть смотрите возражение было на тот момент да он до юридический а здесь дальше ксения проговаривает 50 на 50 и здесь нет никаких вообще даже не ничего не возражает елена на это то есть этот вопрос действительно так и есть в общем то 50 на 50 да и и тут ксения америку не открыла да и здесь я согласна с ней полностью и даже елена с ней согласна видите она и не обещает в рожи плюнуть и этого там с балкона сбросить судя по тому какие там деревья там довольно высоко поэтому видите никакой реакции нет многих исполняются они тебе об этом пишут у многих не исполняются они тоже тебе об этом пишут то тех кто не исполняется тем ты гаш ну вы просто неправильно загадали или вы не готовы к осуществлению этого желания я считаю что они недостаточно недостаточно пока осознанно работали над собой это же беспроигрышная лотерея так быть приходи до ксения просто браво она она действительно озвучила то что я например думаю я думаю что каждый из вас тоже самое думает надо плюсики в чате поставьте я потом если буду смотреть вместе с вами чтобы увидела что вы активно слушаете а здесь вот у меня ну то есть получается что вот ксения проговаривая 50 на 50 не встречает возражения хотя елена очень внимательно слушала да если бы это ей резануло слух если бы это затрагивала как-то ее правду да вот если она знала что это неправда что там 99 процентов на самом деле то она бы здесь возразила слушай ну ты чё вообще так принижаешь мой продукт вообще не 50 на 50 ты ну мы проводили статистику или еще что-нибудь но этого естественно не последовало потому что ну а кому это надо какая там нафиг статистика я думаю что если статистику провести то явно там все по-другому да не вовсе не 99 процентов как сейчас нам елена скажет но здесь вот как раз я вообще я удивилась один и тот же фрагмент дважды я узла на вот в самом интервью получается давайте посмотрим либо это один и тот же либо елена говорит одно и то же у него просто по накатанной давайте посмотрим вот вы мне напишите в чате это один и тот же фрагмент или разный эти на марафон и если вы на него зайдете не с тем чтобы доказать что шарлатан а со своим искренним интересом поменять себя то как показывают отзывы с девяносто девяти процентной вероятностью это случится смотрите качнула головой нет из девяносто девять девяносто процентной вероятностью да и качает нет ну то есть она на на хит и не надо знать всегда и говорю приходите на марафон и если вы на него зайдете не с тем чтобы доказать что шарлатан а со своим искренним интересом поменять себя то как показывают отзывы с девяносто девяти процентной вероятностью это случится да но в общем напишите мне я просто торопилась и как бы у меня отмечено это ну тайм-коды да я просто их вставила потом смотрю она же одно и то же говорит действительно это при монтаже какая-то ошибка была сделана или это она и одно и то же говорит по кругу да у нее уже настолько все отработано что она ну как бы вот эти привычные ну бывает так что ты там одну и ту же фразу часто повторяя ее заучиваешь уже совсем не видоизменяешь ну прям с таким повтором это сложно представить я думаю что там просто монтажер немножечко поставил два фрагмента вы можете в самом интервью вот поставить на эти тайм-коды которые я отметила и посмотреть действительно ли это так а значит дальше следующее дальше мы сейчас посмотрим еще один фрагмент когда ксению опять унижают но это тоже на заметочку как можно унизить человека ну как бы ничего ему не делая даже да по сути вот давайте посмотрим видите не ответила это первое такое знаете вздох опустила челюсть и рука на шее мы помним про шею до шея сзади это проблемы ох и села же ты мне на шею ох и устала же я тебя говорит и и жест при этом она проходит игнорирует ксению и в общем-то показывает полностью свое неуважение вообще конечно по поводу вот этих всяких признаков неуважения у нее ну как вы видели да сами чтобы их очень много просто зашкаливает это количество и она ну судя по всему она так привыкла она привыкла быть центральной что все вокруг нее прыгают да все стараются ей понравится она такая вся звезда королевой ну и соответственно так себя ведет видите идет специально размахивая больше руками повиливая бедрами да то есть смотрите какая классная а вы идите за мной не обращает внимание идут за ней не идут то есть вот все признаки того ну вот все поведенческие принт признаки ну как бы лидера да она играет роль лидера ну по крайней мере она так считает но ксения пока на вторых ролях торжествует она сейчас я думаю да она следующий фрагмент теперь по поводу этих цветов и этой вот поклонницы взявшиеся неизвестно откуда что же это было давайте смотреть вчера когда наблюдала за твоим днем рождения ну конечно же поняла что вы в клевер я понеслась сюда потому что мы не в клевере сейчас лен ровно год назад 27 июля мы встретились в этом месте силы в алтай виладжи да не забыть название отеля произнести потому что отель заплатил денежку или я сотрудница отеля гуляла с авророй я подошла к тебе загадала желание помнишь я к тебе говорю вот эта фотография я трогаю говорю нормально у ксении спрашивает вы ее специально прислали что ли откуда она появилась и два дня назад я узнал что я беременна я тебя обожаю спасибо тебе за тебя за твою подачу спасибо рождение и теперь пошли девочки позировать да ну естественно для для этого они приехали в общем то а значит давайте дальше а как вы узнали что мы здесь я слежу же за всем то есть смотрите перед этим она произнесла речь эту речь она явно готовила да и она была как с меньшими паузами более эмоциональная сейчас ответы с большими паузами она как бы оправдывается но давайте смотреть тюша сегодня бородина просто выставляет о том что будет мы переезжаем в клевер но я поняла что вон там резорт нет но имеется ввиду здесь то здесь то мы на рафтинге тут все о вас говорят только о вас и говорят какая ваша главная мечта сбылась с леной я очень долго не могла забеременеть у меня двое детей мне 40 вот отступает на словах о главной мечте но один год и были обстоятельства народах которые наверное не позволили бы мне забеременеть больше я очень долго старалась и пыталась и буквально вот вы не представляете у меня трясутся руки всего лишь несколько дней назад мы просто узнали ну что я беременна а вы один раз проходили марафон или не я прошла абсолютно все марафоны начав делегировать вот как только я начала делегировать мы сразу просто поперли наверх а самой действовать и работать нужно по системе или или нет обязательно вообще это все в нашей голове ну как а если все делегировать то тогда что остается когда мы делегируем то есть образно говоря время время это такой ресурс который можно купить вот я теперь точно уверена что время можно купить ладно ну хорошего вам отдыха но замечательно теперь что мы здесь увидели первое конечно же они не знали место но как бы не знали да вот если представьте себе что это на самом деле какая-то поклонница да ну неужели она не нашла бы другого какого-то места для того чтобы вручить цветы и так далее поэтому этот человек который приближен непосредственно как минимум команде да но она там говорит что это какая-то подруга капитана там еще что-то но в любом случае она была но она из близкого круга второе она при встрече назвала вернее при встрече она сказала привет если бы действительно елена была ее учителем да она бы ну я думаю что с большей с большим процентом вероятности она бы назвала ее на вы и было бы больше такого знаете но они здесь на равных они здесь вот как люди которые постоянно общаются а когда ну ты вообще когда ученик видит своего учителя то у него восхищение больше у него больше знаете такого как он немножечко себя принижает а здесь вот люди общались как раз на равных я думаю что это как раз и признак дальше но признак того что они они уже знакомы да они уже знакомы и хорошо знакомы и близко общаются вот о чем это говорит дальше потом лена спрашивает вы ее прислали то есть человек с которым она общается да ну как бы получается вы ее вот как какие то такие вопросы тоже как бы нелепые но с другой стороны вот по законам жанра это надо было спросить да и вот она как бы скепсис тоже включила но то есть я не знаю это если актриса то просто гениальная дальше четко прям по накатанной говорит вот про элементы курса даже больше чем про свою жизнь про свою семью про то как не помогли а вот именно про эти курсы вот прям как села на конька и даже вот шпарит и вот как знаете такое ощущение что человек привыкший выступ выступать именно по этой теме то есть я думаю что она в команде работает и что-то вот такое выполняет и здесь это было вот действительно ну такое им про не импровизации даже а ну она делала то что привыкла делать а дальше мало мало эмоций на моменте когда она там уточняла отель да и вот назвать отель зачем надо называть отель вот девчонки если вам помогли забеременеть да вы будете говорить там вспоминать название отеля искать это в телефоне до проговаривать или вы будете там не знаю больше эмоций на то что ой и ну вот вот какие-то там ой и ой вот это вот мне кажется больше было бы уместно чем название отеля но название отеля здесь наталкивает на то что может быть отель деньги заплатил или или как-то там скидку дали за упоминание но в любом случае отель назван такая вот импровизация произошла ну что аплодисменты аплодисменты елене и и команде за то что организовали нам интересный такой вот мессендж а да а значит а давайте смотреть дальше что касается аудитории давайте смотрим но все равно в основном давай честно вот как бы ядро аудитории твоей это женщина с проблемой ну то есть иначе бы она просто не пришла это мечтающая женщина мечтающий мужчина мечтающий человек смотрите с каким лицом она это говорит но указательный палец на котором сидит какая-то букашка да и она то есть указательный палец это мой указывающий жест да то есть я командую здесь сидит какая-то букашка она такая маленькая я нас я на нее смотрю с презрением какая же она маленькая мне аж удивительно от того какая она маленькая вот вот она сейчас проговаривая смотрит на эту букашку и для нее вот вся ее аудитория это букашка да вот так вот видите с каким удовольствием с презрением рассматривает проговаривает до наслаждение и сейчас будет прям элемент счастья торжества да я всех их имела знаете вот здесь я тоже увидела сексуальную какую-то подоплеку но это опять таки получается вот из-за ее тех трусов которые на трижды трижды или с больше проговорила ну я трижды там отметила у меня появилось желание вообще копнуть глубже вот в эту сферу да и то что ограничитель вот этот слева да я я увидела в общем то я давно видела но здесь вот прям четко он вписывается еще в одно то что я в конце еще проговорю обязательно просто и вот это вот вот этот палец тоже знаете как какая-то сексуальная такая вот энергия да то есть я их всех вертела на этом самом но это опять таки может это просто мои фантазии кто знает но вот мне показалось что вот такой посыл еще идет от этого жеста но опять но это кстати может и такой посыл тоже идти потому что в общем то вполне возможно в общем давайте дальше смотрим ну или тот кто хочет научиться мечтать но ядро аудитории это кто ищущие люди ищущие люди ну да преимущественно это женщины видите и что-то с женщинами у нее как-то не складываются отношения вот видите не то что не складываются а какая-то внутренняя агрессия вот видите женщина и пошла челюсть в сторону скрываемые эмоции если быть точными но это часто как раз негативные какие-то скрываемые эмоции не знаю что там ей не так но давайте смотреть дальше с тобой сегодня залезли мой дом личности и публичности это серьезно повлияет на меня далее потому что давай же не будем из него вылезать тогда из этого дома публичность смотрите у ксении как она заинтересованность показывает наклон вперед брови вверх то есть ксении как раз этого и надо да но я так понимаю что елена очень даже уважительно относится к астрологии поэтому я решила попросить нашу на нашего астролога придворного можно сказать юлю кремлеву она вообще потрясающе мне подсказывает многие многие вещи по поводу ну вот каких-то событий но давайте сейчас я ее попросила копнуть в сторону секса вот мне показалось что там что-то зарыто да кстати вот по поводу разборов невербального поведения больше не будет поэтому если кто-то не хочет дальше копаться вот в астрологии нумерологии так далее благодарю вас за участие в этом эфире спасибо вам за ваши лайки за ваши подписки а мы идем дальше уже по астрологии нумерологии формуле души посмотрим еще немножечко на елену с этой стороны но и да не уходя далеко от этого значит еще такой момент хотела сказать я просто вот сейчас не успела опять таки значит несколько тем поднять не многие написали многие сообщили вы чтобы я обратила внимание например вот катюшка величкина это блогер в инстаграме можете посмотреть она мне сказала что воровских знаете вот как у тех кто живет по понятиям да у них принято вот она как-то причмокивает я вот это просто не успела сейчас найти если интересно мы это разберем еще подробнее я найду то что катюшка говорила но это вообще вот во всем поведении елены видно что она как по понятиям как будто она уже сидевшая какая-то вот 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 этот момент не знаю я что там из-за чего может быть она просто воспитывалась в таких кругах до или в таком дворе но вот что-то у нее такое есть дальше про и п про ее меня вызывает массу вопросов она так уверенно вроде бы ксении сказала что она уже работает не как и п но я посмотрела я не нашла какое а у нее и так далее вообще если у вас есть какая-то информация напишите мне пожалуйста я как минимум опубликую у себя в социальных сетях дальше много материала мне вообще реально присылали вчера а вот вот катя величкина сказала что во первых сленг во вторых вот это причмокивание губами было про блатных упомянула вообще просто катя она очень хороший эмпат и она очень хорошо чувствует людей вот этого не зря и про детей очень сильно меня резанула когда она сказала о том что забеременела и когда выяснилось что там двойня она очень сильно испугалась для меня конечно было это как-то мне лично резанула слух но опять-таки если интересно туда тоже копнуть то вы знаете что делать ставим лайк подписываемся но и ну вообще в комментариях напишите если хотите дальше разбора хотя мне кажется уже сегодня довольно много мы всего разобрали но если будет еще какая-то информация из которой я соберу целый эфир то пожалуйста велкам еще раз смотреть на блиновскую хотя у меня уже просится много других тем да это я для того чтобы ну вот если кто-то сейчас уходит те кто пришел только на невербалику вот пожалуйста вам повод для размышления а мы теперь углубляемся в астрологию и давайте заглянем в то что накопала нам юля кремлёва кстати очень рекомендуем великолепный астролог в общем давайте слушать вы видите сейчас перед собой карту рождения елены блиновской это луна попадает под раздачу вот от этого стелиума планет и это называется квадратурой что это значит посмотрите сатурн венера юпитер плутон это вообще в принципе указания на не сдержанность эмоциональную на эмоциональную грубость ну и психологии это называется отсутствие эмоциональной культуры венеру которая как ни крути все-таки находится в соединении вот с тремя этими планетами это как мягко говоря сексуальная неудовлетворенность но еще посмотрите где у нее находится марс марса есть такая квадратура тоже вот от этих четырех планет которые увидите из знака зодиака рак вот в знак зодиака весы и получается что это намек на то что елена могла быть изнасилована в детстве пройти очень негативный сексуальный опыт ну и вообще если честно она мне прям вот так и хочется натянуть на нее латекс дать ей плетку то есть что-то какие-то у нее выверты подвы подверты в сексуальной а в сексуальном отношении есть да ну вот это накопала наша юлечка кремлёва но не не знаю если она говорит я я знаю что это правда но опять таки в общем смотрите сами да ну вообще в принципе по поводу секса у него у нее вернее какие-то чувствуются да по поводу секса опять таки вы помните я вам обратила внимание на ее ограничитель ограничитель около рта а это как раз вот и есть если это с левой стороны то это как раз то есть сексуальная жизнь то есть человек чувствует себя не очень уверенно в этой сфере и поэтому образуется ограничитель я вы можете найти у меня на канале это видео я сделаю ссылочку под этим видео чтобы было вам удобно на это но там где я рассказываю чтоб сейчас не тратить на это время получается что при первом же взгляде но видно что что-то здесь не так здесь надо копать и действительно это же подтверждается и в нумерологии что есть какая-то проблема которая связана как раз с отношениями скорее всего чаще всего это как раз в отношениях проявляется это вот видите жизненный путь который но как вы знаете жизненный путь это тот та цифра которая получается путем сложения всех цифр из которых состоит дата рождения то есть как бы она не меняла свою фамилию имя отчество все равно вот это вот остается вот эта сумма остается одна и здесь у нас получается кармическая история кармическая цифра 16 это значит что человек на каком-то этапе вообще семерка вот семерка да ну то что получается когда 16 складывается 1 плюс 6 получается 7 семерка это про то что человек очень любит досконально изучать все вопросы да очень глубоко копает им это число даже ученого отчасти да и человек семерка он будет докапываться до каждой мелочи станет специалистом очень узким но очень очень глубоким если здесь цифра 16 то вот это копание вглубь ему не в радость ему знаете это больше всего как раз бьет по отношениям как это бьет когда человек начинает общаться с потенциальным партнером да он видит в нем сразу все недостатки и сразу думать да зачем мне это надо и то есть розовых очков он не не надевает и ну как бы он вообще по сути получается ну как бы разбивает сам себе сердце да может быть и был шанс в этих отношениях может быть там можно было пойти навстречу и как-то это вырулить но человек с 16 он как бы идеалист такой да все или ничего как воровать так миллион иметь так королеву да то есть кого знаю не хочу кого хочу не знаю вот вот так живет 16 да и поэтому вот здесь вот опять мы видим что вот эта история до которая ну вот в любом случае как-то до внешняя оболочка внешне внешняя картинка которую мы с вами видим там действительно очень благополучная семья и и все такое но вот я уверена что там столько всего зарыто что там столько проблем вот именно которые касаются елены да и ну вот как-то отражаются на ее личной жизни да картинка картинкой но не верим картинки потому что столько сигналов того что там есть проблема это не просто так как говорится это же неспроста а дальше вот интересный момент смотрите ее девичья фамилия ну а станина да насколько я знаю если есть другая какая-то подскажите мне но вот по девичьей фамилии у нее не было никаких кармических историй девчонка очень четко целеустремленно шла к деньгам да ну то есть нацелена на деньги и все замечательно до манипуляторша кстати если вы хотите в этом тоже научиться разбираться и разобраться там в партнерстве или в себе то пожалуйста под видео есть ссылочки называется вот это вот я я прям обучаю мини курс 990 рублей и в общем под видео называется совместимость да а значит смотрите вот здесь вот душевное побуждение восьмерка да и ну вот по своим базовым можно сказать комплектациям елена очень четко нацелена на зарабатывание денег у нее такой предпринимательский дух да много свободы в ней то есть вот такое расширение сознания вообще вот просто замечательно все классно но выйдя замуж она себе добавила много много работы то есть она вот находясь с вами но когда она живет с фамилией блиновская она ну стала по сути у нее появились яйца потому что смотрите личность единичка это самостоятельность самодостаточность и вот ей просто она не может сидеть на месте потому что ей всегда надо работать вот всегда абсолютно всегда это что она вот нам показывает что там как-то умеет отдыхать там все такое это на самом деле это просто то что она показывает она трудоголик и притягивает к себе трудоголиков и вот находясь в браке с этим человеком а когда такое происходит когда ты находишься в браке с человеком с которым приходится много работать приходится брать на себя ответственность и там что-то вот прям по мужу очень вот прям история какая-то я чувствую вот по этим всем характеристикам что там очень все сложно и не знаю что именно да в этом надо копаться и для этого надо больше времени у меня его нет ну как бы вот сейчас только успела это сделать да но тут тут много чего мы можем узнать со временем поэтому запасаемся попкорном ребята но она там говорила что муж если они разведутся оставить все ей а вот мы с астрологом с юлей солидарны в том что ничего мне не оставит будут будет драка очень сильная но в общем вот так вот дальше еще по формуле души ну тут в общем то вполне нормальная гармоничная история ну как бы единственное что нептун ретроградный да получается что а это же психологии это как раз психология но не туда вот ее не туда несет понимаете вот это вот конечно при все ее даже видите даже узел у нее не ретро не ретро да а прям вот на нормальный дань то есть вообще ну видимо хорошая карма до изначально была но смотрите вот при этой хорошей карме на много моментов которые к сожалению я вижу что на сегодняшний день она не прорабатывает вот судя по тому как она себя ведет да там много вот этого эгоизма я я королева да в общем много качеств которые ей нельзя в себе проявлять потому что ну например кармический узел указывает на значит на солнышко нужно быть человеком творческим жизнерадостным по-настоящему понимаете не так как мы с вами видели что там нет никакой же мира она транслировать пытается да вот она показывает нам такую жизнерадостность но на самом деле она совсем не такая она уже давно от этого ушла ну вот это как раз тот случай когда деньги человека действительно испортили надо быть благородным да не завидовать ну ладно может она и не завидует но она прям очень много хвастается вот это вот лишнее это совершенно плохо и ну то есть вот это уже пошло пошло не туда да и вообще получается кармический узел это ее предназначение да действительно она к своему предназначению идет но она уже по моему зашла за все буйки дальше черная луна указывает на плутон это у нас тоже ну вот чрезмерное увлечение властью да вот поклоняйтесь мне все вот это вот соблазн через это и мы видим что этот соблазн она не прошла ну вот узел на солнышко вот то что мы посмотрели дальше ключик на венеру ей надо быть творческим человеком кстати мне очень хорошая харизма да она она действительно мать ей надо и иметь много детей и курс может быть это ее ребенок да вот по сути но вот понимаете бывает так что человеку дается много но он идет вот со всем этим багажом классным да он идет и просто вот ну например да дается хорошее состояние а вот эти мажоры они берут и разбивают там машины еще что-то но вот вот здесь то же самое понимаете вот здесь вот просто шикарные показатели хорошо умение доносить свои мысли умение транслировать свои знания вот это тоже у нее есть то есть получается что она живет центрами очень хорошие центры сильные центры у нее на этот это классно да но сейчас вот по ее поведению мы видим что она уходит в сторону уходит в сторону от своего предназначения и от своих каких-то задач до белая луна показывает на марс это у нас надо обязательно прятать свое эго где у нас белая луна да вот она да то есть получается нельзя вот этот эгоизм нельзя вот это свое эго выставлять наружу потому что она будет ладно мы все конечно не без греха да и вот здесь вот как раз нельзя вот этого делать но посмотрим понаблюдаем что будет дальше потому что сейчас то что мы увидели в интервью это как раз идет очень сильно в разрез вот этому сочетанию да то есть высшие силы поддерживают но от человека требуется быть скромным да вот при том что и его поддерживают в этой сфере а если он начинает вот так вот всем показывать да я такой классный да я такой замечательный да хвалите меня все восхваляйте но высшие силы как бы это не терпеть не любят а да дальше ключ хирона указывает на венеру но это я уже сказала но в общем вот так вот самодостаточно кстати вполне ну она может жить с любым мужчиной у нее нет идеала мужчины и в общем то не знаю вот насчет мужа кстати у меня и астролог юля спрашивает по поводу ее мужа если кто-то знает его дату рождения фамилию имя отчество ну просто хотя бы дату рождения то напишите пожалуйста в комментариях очень интересно разобрать эту пару как пару адам если вам интересно в себе разобраться вот опять таки по формуле души под видео тоже есть ссылочка называется формула души ну в общем на сегодня я вот с этим закругляюсь если есть какие-то вопросы комментарии мнения пожалуйста пишите под этим видео я с удовольствием постараюсь ответить а не забывайте лайки этому видео не забывайте не знаю подписаться если вы случайно зашли на канал а у нас всегда тут интересно мы всегда разбираем невербальные сигналы тела это самый правдивый язык ты показала этот указательный палец и мне стало неловко я вспомнила лену блиновскую да сама только что говорила адам в общем люблю вас всех очень сильно пишите в комментариях свое мнение в общем до новых встреч пока пока